Черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы диагностировали врачи у 33-летнего череповчанина. Его доставили в реанимацию 2-й областной больницы на Данилова рано утром 31 января. Трудно представить, что к произошедшему оказались причастны дети. Личность мужчину удалось установить лишь через несколько дней следователям, поскольку документов при себе он не имел, а сам находился в коме. По результатам проверки под актилоскопическим учетом выяснилось, что им оказался проживающий в Череповце мужчина по другому адресу 1986 года рождения. А вот нападавших удалось найти оперативно. 14-летний подросток оказался хорошо знаком стражам правопорядка. За неделю до произошедшего семиклассник успел побывать в зале суда. Его признали виновным в разбое. Вместе с приятелем он угрожал детям на улице игрушечным пистолетом и вымогал деньги. Правда, добыча оказалась невелика – всего 120 рублей мелочью. Школьника тогда приговорили к условной мере наказания, но судебный процесс и второй шанс, который дал суд подростку, его, видимо, ничему не научил. Как стало известно, в момент нападения на мужчину подросток был не трезв. Причем он выпивал в одной квартире с пострадавшим. В какой-то момент у них произошла стычка по поводу пропавшего сотового телефона. В некоторых СМИ сегодня появилась версия – юноша и его младшие товарищи увлекались неформальным течением, которое пропагандирует бандитизм. Инциденты с участием подростков происходят регулярно. У череповчан свое мнение о причинах жестокости школьников. Агрессия у подростков – интернет. Контролировать в учебных учреждениях смартфоны, как бы запрещать. Я думаю, что из интернета, скорее всего, всякое там, да. Но большинство все-таки видит в истоках агрессии другие причины. Я подозреваю, что с недостатком любви и внимания – это, наверное, основная причина. А я думаю, что просто-напросто родители самоустранились, дети отдельно, родители отдельно, то есть нарожали и все. Специалисты подтверждают мнение череповчана – агрессия появляется от внутренней слабости и беспомощности. Нужно с ребенком проговорить про его злость. И одна из ошибок родителей – они сразу начинают запрещать злость. Просто перестань, ничего не делай, сиди тихо. Но от этих слов ребенок узнает, что он опять ничего не может, он опять беспомощен, его опять не хотят слушать. И, честно говоря, это вызывает еще большую злость. То есть здесь нужно проговорить, что я вижу, что ты злишься, чего-то хочешь доказать кому-то, а что именно ты хочешь доказать. Второе – нужно как-то дать ему почувствовать какую-то силу и уверенность в себе. Может быть, привлекать его к домашним делам, к обсуждению. В любом случае за преступление подростку с проспекта строителей придется ответить по закону. Напомню, что возраст привлечения к уголовной ответственности – 14 лет. Семикласснику грозит 6 лет лишения свободы. Его младшие товарищи отправятся в Центр временной изоляции для несовершеннолетних.